Одиннадцатая мышь Разбудили меня сегодня десятым мышонком, которого выпускали периодически Он чуть поменьше, чем этот был, и бегала за ним Вообще он молодец, он у меня сегодня бабочку сожрал, которая несколько дней подряд ко мне залетала На которую старшая сестра ругалась, типа как же ты тут без меня живешь и не выпускаешь ее Я говорю, у меня кот ее сжирает их А младшая сестра вчера спокойненько так выпустила ее Ну, у всех характеры разные Короче говоря, вот сегодня она все-таки залетела, эта гадская бабочка Я сначала хотела, как раз чай заваривала Хотела сначала ведником ее прибить, но вообще завопила бабочка жопу с ушами Точнее, говорю, тише убей в жопу с ушами И тише ее благополучно вот на этом окне захомячил Ну, в смысле поймал, сожрал уже тут Сейчас принес одиннадцатую мышку Я тут слегка задержусь По определенным причинам И да, у меня хорошая новость Уже три дня, как моя квартира моя С тридцать первого июля мы ее все-таки купили Ну, купила, конечно, моя тюня Но суть такая, что квартира, я ее кроватью обозвала, квартира все-таки моя Правда, документы будут только в середине августа Ну, тоже круто По крайней мере, уже можно сидеть и не рыпаться И приять хоть уберусь там Потому что, когда тетя поливала цветы То сказала, что чем-то таким тухленьким пахнет Короче, убраться там надо будет Есть подозрение, что кое-кто не дожрел свое мясо И можно было делать спокойно тур-рум-рум-тур Или что там еще Короче, то, что давно люди все ждут И можно спокойно снимать Где хочется, что хочется И не думать, что это как-то неправомерно Что я не имею права снимать в этой квартире Хоть и живу в ней уже в середине апреля Короче, очень классно Это все хорошая такая новость Ну и Тут кот валяется У меня еще была проблема Три дня я тут была практически без воды Сломался мотор Но моя тетя очень оперативно Позавчера его купила Вчера привезла И, в принципе, я себя недолго, наверное, каталась на велике Мне, может быть, и вчера бы сделали Но сегодня утром около девяти Дед пришел И сделал мне мотор Я уже спокойненько мылась под душиком На уличке Ну, в смысле, под шлангом Потому что душика у нас давно уже нет Но вот такой я там себе соорудила Как бы душик Благо, дедушка в свое время посадил всякие деревья В районе пчелок В районе нашей маленькой пасеки в огороде внутри И вполне себе можно там помыться Вчера, правда, меня к себе пускала добрая соседка Из седьмого дома Ну, она же мне два дня подряд По два ведра воды таскала Правда, грубо говоря, четыре ведра воды Она мне принесла Хорошая соседка Ну, в принципе, раньше с ее детьми Мы мелкие дружили И ее, по-моему, бабушка в этом доме Изначально жила Вроде как родившаяся Потом этот дом кому-то еще принадлежал Потом уже нам стал принадлежать С восемьдесят седьмого года Вот у меня тут сушилка дедушки Ну, вообще, он ее сделал, по-моему, чтобы грибы сушить Может быть, еще и яблоки на ней сушили Я хочу себе уже, наверное, второй раз В этом деревенском видео-блоге говорю В влоге Я раньше думала, что влог это какой-то влажный блок Ну, не нравилось мне снова слово влог Но потом как-то уже привыкла Короче, второй раз в этом деревенском блоге Говорю, что хочу что-нибудь подобное Такую вот сушилочку себе домой Отсюда же не увезешь Она специально тут, за деревней Да и как бы не то, что не на чем Пусть она тут будет лучше Вот угольчий что-нибудь подобное я бы хотела Деревянненькое такое Ну, или пластиковое Не электрическое, а именно такой вот Под травой и цветы А электрическую может все-таки куплю Буду делать эту пастилу Я вообще читала, что там что-то половина полезных веществ В этих электрических сушилках исчезает Не знаю, как точно или нет Но потом все-таки будут говорить Или советоваться с теми, кто ее юзает Такие сушилки Что-то я тут хотела котом поделиться Который уже ушел Сожрав одиннадцатую мышку Ну, вот как-то Как-то вот Лежит Кстати, носки не мои Мои носки в другом месте Балдеет Хотя вроде сегодня не настолько жарко Но все же Хотя нет Снова эти же 28 градусов теньки Вот я нашла тут программу Точнее, я ее еще в городе скачала И вчера поставила Она Разделяет сразу файлы На аудио-видеодорожки отдельные Вот OpenShot так не делают В Linux Но он, в принципе, позволяет Убирать звук, либо видео А здесь отдельные файлы Я очень надеюсь, что оно действительно сконвентируется Не запросит чего-нибудь там докупить И это комментируемое Будет проигрываться А не глючи Как предыдущая программа Которая даже переустанавливала на новую Но эффекта было ноль В общем, вот Мой Prestige, который 8 часов держит зарядку Флешка за 500 рублей Которая чисто для винды Мышка Которую когда-то подарил подписчик Денис Нюзбишка Бесхвостая И вот я тут вырезала Полисадничек Оказалась сюрпризом И она, как бы, говорит Я могу сохранить только половинку видео С логотипом С тебя и какой-то хренью Или купи меня А когда скачивала То была она, как бы, нормальная Ну, типа, полноценная программа В общем, ну, в принципе Мне нравятся здесь функции Если она не запредельная То по приезду в город Наверное, себе ее приобрету Конечно, она не будет требовать Раз в месяц приобретите меня снова Или еще какую-нибудь требуху Я тут попробовала немножко принаглеть Но сеть, по ходу дела, очень не хочет Чтоб я тут наглела Я даже, вон, отражаюсь в телефоне Короче, я тут хотела, чтоб народ Кто хочет из влогов этих самых Уже готовых, допустим И чуть побольше В том плане, что, допустим Я смогу монтирнуть И исходники просто удалить У меня освободится место на ноуте Или на флешке На том или другом фотоаппарате То бишь на экшн-камере На которой я сейчас снимаю На Соньку Короче говоря Хотела ключи от программы Ну, это я чисто так Попробовала хотеть Как уже сказала Попробовала наглеть Ну, не получается мне наглеть Наверное, или как-то еще не привыкла Что когда что-то просишь Оно делается Тебя очень удивилась Что моя тетя купила Ну, мы в складче Ну, конечно, купили этот мотор По тысяче срыла Он две тысячи стоит Насос, который, ну, воду С пруда-то толкается Я думала, что так и будет Отговорка какая-нибудь Что типа вот потаскай Скололоса там Или еще что-то А она внезапно купила Вот мне сегодня сделали Короче, такие вот Вдруг внезапные Такие хорошие перемены Может быть, они После смерти бабуси Уже начались эти такие перемены Но так как Я настолько к прессингу привыкла От некоторых родственников Вообще От людей Что От людей От тех людей Которые типа друзьями были На самом деле не друзья Ну, короче Привыкла, что Как-то я делаю А мне нифига То было какое-то недоверие Возможно, даже Через раз Но все еще бывает Это недоверие Вот у меня остатки Огурцов даренных Чай Пуэр с молоком Молоко, которое мне тетя Вчера привезла Мед Это вот, кстати Я и хотела заснять Показать мед Да, вот это вот тот воск Который Ну, тут еще, по-моему Кусочек Он тут кругленький Черненький Это прополис Короче Это у нас тут воск Который Вы вот его возьмете В рот пожуете Мед высосите Воск сплюнете Это для тех Кто не умеет есть Мед с воском Если когда-либо Его ел Моя тетя считает Что у нас огурцы Не так было есть А с медом Кстати, с медом вкуснее И они похожи на этот На арбузы По вкусу Но я думаю Что я приеду Куплю себе арбуз Сейчас как раз уже Алгуст настал Как-нибудь постараюсь Его в одно лицо съесть Потому что обычно сложно Когда Хочешь кого-нибудь Чтобы кто-то Тебе этот С тобой этот арбуз Поделил Но как-то у меня не получается Не всегда получается Иногда получалось В общем, это у нас Мед со сотом Он светлый Сейчас попробую показать Мед с кипрея Он темный Это у нас вообще Прошлогодний мед Баночки Я его переложила Думала Сначала угостить человек Потом подумала Что Когда я угощала Человека По просьбе По воплям Ой, у меня нету Черного чая Совсем нету Нету Даже не пакетика Я принесла человеку Пакетиков А человек А мне не надо пакетиков Я тут типа Без него вполне Справляюсь Но я так Это Немножко угостила Ее Кипрейными Сотами Но с резками Чуть-чуть Совсем взяла Вот он темный По сравнению с этим Не потому Что он как бы В чашке Но он сам по себе Темный Я теперь в чашке Отражаюсь В меду Отражается Люля В общем Это мед С кипрея Бульк Но у меня Что-то в телефоне А это у меня Мед С этого Самого Со сотом Просвещение Вдруг Кто не знает И он даже По вкусу Слегка Отличается Короче Я человеку Принесла Меда В сотах Немножко А человек говорит Ой, да у меня Покупной Есть То есть Все И я не стала Просто разочаровывать Что на самом деле Этот покупной Кремовый Мед Не совсем мед Потому что бывает Засахарный мед Он как крем Такой нежный Нежный Еще при маме Было иногда У нас бывает С определенных цветов При определенных Сказать При определенных Обстоятельствах Скажем так Но в общем Там не чувствовался Крахмал Еще что-то Хотя по вкусу Он напоминал Майский мед Прошлогодний Ну в общем Не совсем мед Ну я решила Думаю Ну не хочет человек Больше ничего Ну ладно Вот у меня тут Мед есть Вторую чашку Сначала Что-то пила С бараночками Потом вспомнила Что у меня есть мед Ну вообще Ведро целое Меда было Нацежено Намедогонилась Мне вчера еще Бабушка Капа Приезжала Вместе с родственниками Так прикольно Было неожиданно Она даже мне Немножко покосила Обычной косой У нас в огороде Так по собственному Желанию Ну скажем так В общем Распределили они Меж собой Этот мед Сотых Соседей Угостили И немножко Оставили мне Как бы мед То у меня есть Ну Это совсем В принципе Немножко Но с другой стороны У меня там есть мед Всякий разный Аж трех сортов Вот такие пироги Продолжение следует